Я вас люблю. Вы с вами продвинутые. У меня внутри такое ощущение, что я лохушка. Вот у меня часто такое бывает. Не знаю, не нравится мне этот контингент. А это вы для лохов повесили, что ли? Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили. И сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будут вареники. Сколько здесь штук? Раз. Здесь 18 штук. Я еще сверху немножечко добавила масла. Мне нравится, когда именно так. Они у меня с картошкой. И макаю я в майонез. Я знаю, что большинство людей, конечно же, макает сметану. Но о вкусах не спорят. Я вообще очень люблю майонез. Я все ем с майонезом. Я вот люблю и пельмени, и грузинские рингали, и вареники. Просто божественно. На улице льет, как из ведра, уже который день. Сегодня воскресенье. Вот как раз сегодня-таки и выложу вам это видео. Мы уже четыре дня подряд хотим встретиться с моей подругой, с которой мы раньше работали вместе. Сейчас я работаю в другой компании. Какое-то время, где-то две недели, я даже была без работы. И никак мы не можем с ней встретиться. Именно потому, что на улице такая вот погода. Мы там с ней хотели пофотографироваться. Были грандиозные планы. Расстраивает, конечно, такая погода. Но сейчас с минуты на минуту должна прийти Фати. И мы с ней будем снимать два мукбанка. Поэтому я наедаться не буду. Просто я ужасно голодная. Фати, получается, придет в два. А я сегодня встала в семь. Сделала себе новые ноготочки. Но у меня есть три видео, которые я не опубликовала. И там у меня старые ногти. Одно видео с роллами. И два других еще видео. Так что, когда вы увидите эти видео, вы сразу поймете, что это старый материал. У меня вообще, знаете, такая привычка. Если мне нравится видео, мне хочется его сразу выложить. А если нет, то это видео остается в долгий ящик. Думаю, да не, потом выложу. Да не, потом. В конце концов, опять же, выкладываю. Вчера я столкнулась с такой дурацкой проблемой. Я знаю, что все мои соседи из здания, где я живу, меня смотрят. Может, даже и не все, но большинство. Вот соседка сверху точно меня смотрит. Потому что мы встретились как-то в лифте. И она мне говорит, вы очень вкусно кушаете. Я говорю, а вы тоже меня смотрите? Она говорит, да. Так вот, эта моя информация скорее полезна будет моим соседям, нежели просто моим зрителям. У нас внизу, не совсем прям под домом, но у нас как бы жилой комплекс новостроек. И очень под одной из этих новостроек открылся новый салон, где стоит огромная просто надпись, что здесь есть аппарат лазерной эпиляции. И очень хорошие цены. Ты видишь этот плакат и думаешь, круто, пойду сделаю себе тоже лазерную эпиляцию именно там. Я подумала, во-первых, это очень близко к моему дому, мне не надо никуда идти. По этим ценам есть еще и в других местах, конечно же. Но именно расположение, знаете, очень близко к дому, для меня это существенно важно, потому что, когда я иду на лазерную эпиляцию, я иду без макияжа, а без макияжа я не могу идти на другой конец города. Просто боюсь, что мои подписчики меня увидят. Не знаю. В этом плане комплексую. Думаю, вот, круто. Смотрю на цены и зашла. Зашла и не спросила, сколько же у вас стоит лазерная эпиляция лица. Ну, потому что там черным по белому была написана цена. Захожу, делаю лазерную эпиляцию, потом, когда протягиваю ей деньги, она мне говорит, нет, эта процедура стоит не столько, а в полтора раза дороже. И у меня такой вопрос, а это вы для лохов повесили, что ли? То есть люди видят, заходят, делают процедуры, в конце вы говорите, что нет, цена не такая. Я не спорить не стала, потому что, знаете, там копейки просто. Ну, просто очень тупой маркетинговый ход. Очень тупой. Они думают, вот сколько содрал с человека, столько и содрал. Но на самом деле это не так. Знаете, на царбичанском языке есть какая-то пословица, типа, волк один раз поев, сытым не станет на всю жизнь. Вот то же самое. Если бы они нормально ко мне отнеслись, то я бы и на все тело туда ходила. Я постоянный клиент вот этих вот всяких лазерологов или так далее. Дорогие мои соседушки, если вы тоже видели эту надпись, ребята, не верьте. Я хотела даже название салона сказать. Потом мы как-то переговорились с Фатей. Я подумала, что, знаете, черный пиар, это тоже пиар. Я вообще зашла туда. Там нету ни рецепшена, никто тебя не встречает. Там девочки между собой друг другу ногти делают. И сидят, болтают, хохочут. Ты зашел всем? Вообще плевать, что ты зашел в салон. Вроде салон только-только открылся. Я уверена, что он закроется, потому что нормальные люди туда точно ходить не будут. Я бы реально порекламила бы, даже бесплатно, какой-то хороший салон красоты. Потому что мне кажется, в Азербайджане это большая проблема. Я, например, смотрю в инстаграме Nails Sani. Я смотрю, какое там обслуживание, как классно все одеты и так далее. У нас здесь, как будто ты к кому-то домой пришел. Причем ты пришел без приглашения. Все там хохочут, смеются. Я ждала лазер минут 15, а оказывается, она там внутри просто болтала со своей двоюродной сестрой. Да, она не знала, что я пришла. А девочки у входа мне сказали, там, наверное, кто-то есть. Поэтому, знаете, вот ногти, например, я сделала новые. Чем пойти в салон, я лучше сама себе сделаю. Потому что, не знаю, не нравится мне этот контингент. Может, я очень придирчивая, я не знаю, но... Для меня очень важна вот эта вот коммуникация. Если даже человек делает очень хорошо свою работу, например, ногти, да, а мне с ней надо сидеть 2 часа, и меня раздражают ее какие-то разговоры, рассказы, я не могу. Еще, кстати, у нас внизу, прям под домом, был один супермаркет. Не тот супермаркет, просто небольшой маркет. И на кассе сидела хозяйка этого супермаркета, точнее, маркета. И каждый раз она обманывала. То есть, знаете, как она кидала на 20 копеек, на 30 копеек. Сначала я подумала, что, может, знаете, человек перепутал или ошибся. То есть, такое же бывает. Мы же не роботы. Потом я замечаю, что опять. Каждый раз этот человек ошибается не в мою пользу. И проблема в том, что моя тупость, я сразу вот у кассы не начинаю пересчитывать. Я выхожу из супермаркета, потом начинаю считать деньги и понимаю, что меня обманули в очередной раз. Один раз я ей сказала, что вы мне в прошлый раз неправильно дали сдачу. И она мне говорит, так вы сразу бы и сказали. То есть, удивительный момент, что нас, например, трое членов семьи, и все три раза, она ошибалась, когда нам давала сдачу, и все три раза не в нашу пользу. Потом что-то с соседкой разговаривали на эту тему, когда поднимались наверх по лифту, по лифту, в лифте. И она говорит, что у нее то же самое было, но один раз всего. И опять же, она дала меньше. Потом я подумала, что я себе голову морочу, супермаркетов, не вот так вот, а вот так вот. Вот зачем мне к ней ходить, да? Я перестала туда ходить. Но потом перестала ходить не только я, но и все, потому что все заметили, что она обманывает. И где-то, наверное, 3-4 месяца, может даже 5, она поработала, а потом закрыла на этот маркет. Потому что получалось так, что продукты она закупает, например, они гниют, никто не покупает, и так далее. В общем, дело не пошло вперед. А все не пошло вперед. Почему? Потому что нужно дорожить каждым клиентам. Да. То же самое с этим салоном. Я когда пришла домой, дела не было, знаете, в этих трех монатах, да? У меня внутри такое ощущение, что я лохушка. Вот у меня часто такое бывает. Мне кажется, я должна была как-то высказаться, вот зачем вы повесили вот этот вот плакат, где написаны цены, это для лохов, что ли? Вот я должна была это сказать. Я ничего не сказала. Я вытащила деньги и дала ей. Но впредь уже я туда ходить точно не буду. Я просто заметила, что у них там наверху еще и косметолог. Я думаю, как классно, мне некоторые процедуры нужно. Думаю, вот на процедуру пойду туда, на лазер сюда, в один и тот же салон. Но вот это вот то, что у входа никто тебя не встречает. Все сидят, хохочут, там, знаете, такая компашка сидит, просто хохочет, друг другу ногти делает, над друг другом подшучивает, еще что-то. Ты заходишь, тебя никто не спрашивает, на какую вы процедура, записывались ли вы, а что вы хотите, а вот наши расценки и так далее. То есть всем все равно. Кстати, если знаете хороший салон в Баку, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я уверена, что вы знаете. Потому что, как сказал один пиарщик, я очень часто говорю это в видео, люди, которые смотрят мукбанки, это сливки общества, это те люди продвинутые, реально, да. Еще плюс русскоязычные, меня смотрят люди, которые понимают по-русски, а в Азербайджане, например, не все понимают по-русски. мне как-то это пиарщик сказал, пиар-менеджер, сказал, говорит, ты можешь очень дорого делать рекламу, потому что у тебя аудитория очень крутая. я вас люблю, мы с вами продвинутые. Ой, да как это вкусно, я думала не съем. Я думала не съем. люблю вареники, вот обожаю просто вареники, вареники грузинские, грузинские хенгали вообще, все, кто из Грузии меня смотрят, вам поцелуйчик, именно за грузинские хенгали, спасибо. Они божественные. Чувствую, что это видео получится коротким. В инстаграме попросила вас задать вопросы. Мне столько всего хочется вам рассказать, реально. У меня, наверное, истории 5-7, которые я хочу рассказать. Я думаю, что если я очень много информации, всяких рассказов буду рассказывать, мне кажется, вы не будете верить, вы будете думать, что, а вот она, наверное, придумала это. Со сметаной все говорят вкуснее, но мне нравится с майонезом. Если вы не пробовали, попробуйте с майонезом тоже. Я уверена, что вам понравится. Вкусняша. Суть моего видео, знаете, в чем? Вот сегодня наша беседа. Делаем вывод. Я вас всех очень, очень, очень сильно люблю. Целую. Сейчас придет Фатия. Быстро-быстро смонтирую. Кидаю это вам в YouTube, чтобы вы смотрели. Всем желаю удачного дня. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok.